всем привет всем здравствуйте сегодня здесь с вами я катя мирошниченко и конечно же значит что дизайн дизайн сегодня яркий потому что хочется поработать в быстрой техники и вот прямо на скорость сделать простые быстрые варианты дизайна поэтому я выбрала технику сегодня степпинг как раз у нас для этого вышли новые лаки для степпинга помните кто был уже на обзорах и на эфирах на многих 5 оттенков конечно хочется сейчас поработать чтобы фон тоже был яркий чтобы вы посмотрели что это не обязательно белый фон может быть что если взять парные варианты покрытия точно такие же яркие тоже получается очень прикольно сейчас я покажу какие варианты дизайна у нас с вами сейчас получится всем привет всем здравствуйте это мы сегодня сделаем быстро для этого конечно сразу думаешь о том что быстро быстро это варианты шарликонами и со степпингом я сейчас делала прямой эфир в другой социальной сети и было много вопросов да что вот дизайн не модно сейчас же тренд 2024 год натуральные ногти и вот как же грустно что дизайн сейчас не модный я всегда не устаю повторять о том что дизайн это так же как и выбор одежды у клиентов он обусловлен не трендом да потому что трендов их очень много потому что если мы разберем тренды даже в одежде смотрите вот на 2024 год мы найдем с вами и офис корр до такой минимализм классику мы найдем с вами двухтысячные такие ярко выраженные а это уже такая неформатная одежда это знаете фильм аля матрица да и вот эти вот лекала необычное сочетание карга низ вверх какие-то топы укороченные сетчатые яркие неяркие и вот это все вместе живет в рамках одного сезона понимаете и спортивная да направляющая может быть у модного дома и это будут какие-то такие очень яркие образы опять же лекала спортивные не каждый такой тоже будет носить в повседневной жизни но при этом это все существует в рамках одного сезона понимаете трендов очень много и вот если мы возьмем маникюр здесь та же самая история понимаете да есть тренды например тренд на натуральные ногти я вам проводила мастер-класс показывала голый маникюр имеет место быть имеет место быть тренд на французский маникюр он сейчас тоже есть другой вопрос что клиенты не могут найти мастеров кто рисует французский маникюр однотонное покрытие тренд есть есть на короткие ногти но при этом тут же а соседствует на 2024 год однозначно тренд на длину и причем если мы посмотрим модные дорожки мы посмотрим фестивали всевозможные там связанные с киноиндустрией посмотрим звезд кино звезд поп музыки у них очень многих большая длина и причем длина большая не в рамках например под какое-то мероприятие она делает ногти а люди носят этот маникюр например как кайли бибер она носит четверку длину каждый каждый месяц не так что нас ходила на красную дорожку потом сняла эти ногти или мы возьмем как же фокс да фокс это знаменитая актриса голливуда одна из самых высокоплачиваемых она на постоянной основе носит стиле длина там минимум семь восемь это же присутствует сейчас это однозначно тренд даже если мы возьмем модные кампейны которые снимают журналы вог мэри мэри клэр особенно там итальянский вог японский вог австралийский американский очень много длины и это все вот здесь в рамках сезона 2024 поэтому сказать что дизайн модный или не модный нет это зависит от психотипа клиента есть клиенты которые одеваются исключительно в диор понимаете а есть клиенты будут которые одеваются например эльза скиапарелли это абсолютно два разных психотипа и тот кто готов носить необычные неформатные лекалы эльза скиапарелли бижутерию да и украшения он никогда не оденет например скучные варианты лекал диор и их украшения и здесь также с маникюром если мы хотим чтобы клиент делал дизайн но дизайн ногтей в первую очередь это должно вам откликаться скорее всего вы подходите по психологический портрет какой-нибудь там не знаю маг возможно вы искатель вы сами любите такую одежду где-то с чертинка необычная да там можете одеть гигантские серьги в повседневной жизни сделать какой-то необычный маникюр и при этом к вам такие же клиенты будут приходить другой вопрос если мы хотим делать дизайн и чтобы к нам пришли клиенты вот с таким психологическим портретом которые обожают такую чертинку эта чертинка может выражаться через какие-то необычные аксессуары это бижутерия какие-то сумки обувь маникюр сюда же относится понимаете то мы соответственно должны это транслировать ходить не с молочным маникюром понимаете а делать что-то себе необычное поэтому когда мне говорят что дизайн это не модно и девушка из деревни вышла а как же там собчак знаменитое выражение как же она обсирает этот nail art маникюр и длинные ногти про то что деревню из девушке выбить невозможно это не про это понимаете есть просто разные психологические портреты у клиентов которые им комфортно и они кайфуют и делают этот маникюр с дизайном а есть кто никогда в жизни это и не захочет детстве и не комфортно понимаете так сегодня у нас тема такая очень быстрые варианты дизайна вы при помощи ярких лаков и при помощи ярких гирь лаков вот я специально один только вариант сделала на белом фоне мне хотелось сделать на ярком чтобы вы посмотрели что фон может быть таким же ярким как и рисунок предлагаю взять цвета носить офигенные цвета 445 446 447 448 и первый оттенок у нас с вами будет давайте сделаем голубой это номер 448 восхитительный яркий голубой просто восхитительный очень сложно кстати найти именно вот такой оттенок голубого и не светлый и не вырви глаз и не классический синий не классический голубой а именно такую знаете вот небесный насыщенный перед тем как делать технику текласс я всегда наношу на всякий случай текласс и предлагаю работать с двумя пластинами одна пластина вот такая морская это вот новая пластина весна-лето и взять вот эту пластину это тоже новая пластина весна-лето здесь очень много тоже паттернам в стиле арт-деко в стиле такой вот анималистике сердечки даже есть нет смотрите я почему сейчас рассказываю про эти цвета они у нас как-то вышли незаметно они причем вышли у нас где-то полгода назад ну как-то прошли мимо многих не захотелось про них напомнить это не новая коллекция вот но они есть в ассортименте потому что вы знаете мы долго формировали базовый ассортимент новый и сейчас у нас на постоянной основе в линейке есть вот эти четыре офигенных цвета екатерина ермакова пишет катя спасибо огромное за набор маквин просто не дает мне покоя вы себе даже не представляете как он мне не дает покоя то что следующий маникюр у меня будет снова с ним вот я еще пока не наигралась с этим набором там очень классные декорации я хотела со всеми этими маникюрами конечно же походить прям с чувством с толком вот три маникюра я уже отходила с александром маквин боксом с декорацией сейчас планирую следующие ногти следующие ногти скорее всего будут напомню еще раз боксом в этот раз у нас такой дэйпак и боксе только декорации с красивой к на классной книжечкой в этот раз получилось книжечку выпустить для клиентов для ваших ну и для вас чтобы было вдохновение вот и в этот раз только декорации специально чтобы не нагружать стоимость набора гель-лаками решили сделать только декорации плюс мне хотелось сделать аж 13 декораций и соответственно гель-лаки сюда было некуда добавлять я знаю что многие девчонки кто любит вот такое все очень прикольная да не форматная покупает по два бокса сразу потому что знают что бокс это история разовая ее выпустили один тираж и конечно повторять это все не будут поэтому если любите такую историю покупайте сразу по два-три набора потому что там только декорации бокс в этот раз вышел только с декорацией такого мы идем с вами дальше я покрыла уже текласом предлагаю взять здесь прикольный принт и работать в технике когда мы берем не один свет а смешиваем сразу несколько это очень простая техника быстрая и она не требует большого количества знаете какие-то манипуляции получается делается в один слой и в принципе ногти уже готовы ну можно оставить как есть но мы конечно же с вами будем дорабатывать где-то шармикончики добавим где-то порисуем предлагаю первое сочетание взять желтый зеленый розовый так работаем желтый зеленый розовый подготовили проверили все чистенько и хаотично разбрасываем можно сделать одно-два движения видите когда несколько движений сняли и отпечатываем не на весь ноготь а предлагаю кусочками отпечатать вот и потом доработать видите как прикольно получаются классные переходы дальше можно взять ту же черную красочку я буду пастой рисовать краска без липкости и дорабатываете например элементом контуром вот такая симметричная неровная линия где-то нажали где-то кисточку отпустили в принципе можно даже вот это не трогать можно дополнить все дополнили суши и в конце всегда говорю если нам нужен быстрый дизайн в конце вот прям хочется где-то какую-то мелочь добавить всегда берите шармиконный текст у нас сейчас благо этих шармиконов вышло столько что прям всем рекомендую набирайте сразу много потому что много вышло текстовых понимаете очень много с текстом вышло и текст всевозможный и маленький и узенький и длинненький и с подложечками и без подложечки я уже отпечатала вот такой стемпинг градиентом чем отпечатала я видите как кусками потом взяла красочку черную гелевую это импаста black tar сделала вот такую контурную прорисовку теперь хочу дополнить шармикончиками шармикончиками я всегда говорю они должны быть под рукой потому что такая палочка выручалочка когда нам нужно где-то мелочь быстренько дополнить когда нет времени чтобы композиция была окончательно закончена до всегда рекомендую какие-то текстовые шармикончики добавлять очень много вышло шармиконов новых кайфовых их аж 9 вариантов слышали они почти все с текстом смотрите с текстом это 249 шармикон с текстом 253 с текстом 252 и если мы возьмем вот эту морскую тему у нас их 2 и золото и серебро видеть они тоже все с текстом дополнены опять же почему потому что на вал берез так сейчас узнаю девочки можете узнать когда на вал березе шармиконы будут так сейчас я выравниваю поверхность под шармиконы потому что рисунок во первых был до плюс чтобы вот прям идеальная гладкая поверхность в я все равно наношу текст из шармиконы это прям лучший друг лучший друг это теклас для наших шармикончиков для этого сушим 2 минуты 2 минуты видите мелочь приклеили небольшую и уже другая совершенно композиция более закончена получается такой мелкий элемент да это вот большие крупные элементы и в конце такая точечка виде слова пятнышка смотрите какие кайфовые сердечки офигенные поэтому стемпинг быстро быстро приляпали везде 1000 1000 1000 быстренько сердечки везде приклеили и уже будет красиво так следующий цвет давайте тоже возьмем не белый чтобы вы как раз видели что не обязательно под такой яркий рисунок до для стемпинга смотрите сколько ярких цветов вышла стемпинга это краска лаковая это раз два три 4 5 новых цветов это лак для стемпинга и не обязательно делать его на белом фоне потому что ну чаще считается что как бы белый фон он будет универсальным для таких линий а я считаю что это также круто может смотреться если мы возьмем в пару к нему яркие гириллаки вот у нас есть роскошные неоновые цвета 45 46 47 48 так забыл берись не узнаете девочки давайте возьмем желтый фон ой какая пошла покрывать так покрываем желтеньким красивый очень цвет желтого великолепный тем более сейчас тренд на желтые оттенки есть однозначно и сделать например все желтые ногти будет очень круто очень круто 445 цвет подсушили пока у нас сохнет вернемся к шерами кончиком к новым и здесь как раз вот с белой подложечкой будет очень здорово сочетаться текст получается знаете как всегда в композиции есть главный элемент есть второстепенный элемент и вот шермиконы здесь играют роль главных элементов когда мы в конце добавляем до все готова очень быстро сные дизайны яркие когда хочется что-то продать клиенту из дизайна у вас должны быть типсы приклеенные сделанные на красивой рамочке да где-то справа слева от клиента когда он сидит на услуги у вас ваш маникюр должен быть с этим дизайном который вам очень хочется поделать понимаете то что вы сами витрина в том числе и рядом должна быть витрина витрина виде чего витрина виде типс рамочек и так далее понимаете так предлагаю следующий вариант сделать вот в такой технике стемпинг это когда мы не хаотично с вами наносим берем морскую пластину тоже новинка очень классно здесь много и просто абстракции и такой морской тематики крутой здесь мы с вами давайте возьмем так синенький розовый и возьмем в конце вот так желтый надо почистить почистили обязательно я нанесу теклос перед тем как делать стемпинг суши и три цвета мы сейчас будем наносить градиентом обязательно посмотрите первую часть нашего эфира я ее отдельно выгрузила 15 минут я чуть-чуть сделала экскурс ответ на вопрос моден ли дизайн я ответила на этот вопрос обязательно посмотрите вот этот вариант готов смотрите на когда мы не полностью отпечатываем паттерн а отпечатаем его кусками так то может быть доработано так теперь здесь синенький розовый желтый и тоже понадобится блин забыла почистить в стемпинге это недопустимо все должно быть готово вот как сейчас я несколько раз прошлись быстрым движением сняли и таким же движением опечатали все и получается смотрите градиентом здесь можно дополнить сверху смотрите прям чисто синим уже элементы можно покрыть на всякий случай теклоса но вдруг сейчас какой-нибудь элемент не так отпечатается чем-то не то будет поэтому перекроем и следующий слой сделаем отдельными элементами смотрите как круто смотрится полоски в градиенте дырки очень прикольно вот эта техника она быстрая самодостаточная в принципе можно ничего и не добавлять и не приклеивать просто я всегда приклеиваю в конце шарми кончик более закончена выглядит тут все равно чтобы не говорили все равно выглядит более законченный дизайн так у меня салфетки закончились девочки принесите пожалуйста салфетки какие-нибудь квадратненькие так секунду квадратные сухие салфетки так вот этот вариант готов мы сейчас будем работать только синим лаком для стемпинга благодарю мне не хотят учиться стемпингу я считаю что надо потому что это просто дело привычки мы ко всему привыкла мы научаемся просто первое время почему не получается стемпинг скорости нет нужной потом когда скорость вырабатывается лак у вас не успевает подсыхать у вас все получается что стемпинг не получается в основном причина медленно где-то мешкаетесь что успевает лак высохнуть и он у вас не отпечатывается по этой причине ну в основном это причина есть еще конечно ряд причина вот но это основная ошибка которую все допускают просто движение должны быть четкие точные вернее точные никаких лишних движений где-то что-то забыли отпечатать бывает и он уже высох для этого может не отпечататься так очень удобно видите у меня скотч двухсторонний лежит на лампах вот так они всегда эти кусочки скотча вот очень удобно чистить выборочно убирать ненужные элементы это очень удобно напишите сейчас в комментариях вот кто попробовала стемпинг и плюнул сказал но его не буду больше им работать все сделали вот такой вариант и в конце кей говорила прям хочется где-нибудь взять какую-нибудь штучку приклеить давайте вот такую золотую с черным так как здесь уже был у нас т-класс липкости нету то шермикончик сразу приклеиваем все текстовые шермиконы это прям вот палочка вручалочка у меня не получается пойду на курсы ну возможно да кому-то и требуется чтобы кто-то стоял над вами и контролировал влачах допускает какую-то ошибку и в упор не понимает где же эта ошибка вот у нас тоже есть очень хороший онлайн курс который называется идеальный стемпинг тоже рекомендую посмотреть его так пошли дальше третий вариант давайте все-таки на белом фоне посмотрите как это выглядит на белом фоне белый фон конечно самый универсальный вариант именно с белым фоном сделали однотонное белое покрытие так вот у нас такая композиция готова посмотрите на все 10 пальцев реально сделать реально понятно что еще учитывайте длина будет небольшая да что все равно в салонном варианте точнее в такая огромная длина какой этих типс чем короче длина тем быстрее мы делаем дизайн потому что поверхность маленькая чем больше поверхность тем больше времени на дизайн требуется да чем еще хороши пластины вы скупаете у вас годами лежат там например в этом сезоне поработали этой пластиной возможно она вам пригодится года через два в следующий раз да например надоело на вам вот поэтому пластина не чем хороши тем что они вечные хотя декорации тоже вечные я всегда говорю что декорации вот они у вас лежат в альбомчике слайдеры шермиконы есть не просят иногда бывает раз и чуть пригодилась вот это такая штука которая сейчас конечно же очень сильно облегчает мастерам прям жизнь скажем так так давайте возьмем зеленый возьмем желтый и оранжевый и сделаем хаотично так все проверили прошу прощения забыла теклас мне все опять же это я наношу теклас все мои технологии преподаватели мастера все просто обезжиривают поверхность гель-лака либо пересушивают я упорно наношу теклас чтобы все было идеально понимать где-то какая-то дисперсия не осталось мне это бесит просто если где-то дисперсия осталось диана пишет и долго мучилась потом посмотрела как уроки теперь все супер мне очень нравится считание именно смотрите что все в основном первое что возьмут отпечатают на белый фон сейчас показываю а как прикольно смотрите ярким на яркий фон до балде на смотрится сейчас это вот мой любимый дизайн и возможно вы уже видели а показывала в другой такой скромной цветовой гамме и вот хочется сейчас показать как это может выглядеть и ярко тоже в том числе так я думаю что подсох у нас теклас и хаотично где-то оранжевый правда зеленый с оранжевым смешивается получается коричневые вот но все равно господи и несколько раз единственное что конечно длины не хватает иногда на эти типсы ну тоже смотрите вот на белом фоне тоже очень быстро и думать не надо но в любом случае будет сочетаться и в конце у нас есть такой новый шармикончик офигенный сердечки смотрите они хорошенькие есть такие классные есть с микки маусами внутри мимимишный так в центре чем можно все разные сделать эти сердечки стемпинг отпечатать одинаковые на все 10 10 пальцев а наклеечки сделать прикольно так и какую-нибудь на пищу шишку где зеленый смешивается с оранжевым получается такой коричневатый цвет но тоже прикольно все равно выглядит и здесь чуть по-другому здесь больше оранжевый у меня еще теневой стемпинг не получается хорошо тренироваться просто нужно время появилось свободное и тренируйтесь на типсах смотрите эти сердечки смогут на всех десяти пальцах разными быть могут быть а фон будет например одинаковые так и последний тоже достаточно быстрый вариант дизайна это розовый сейчас мы сделаем реверсивный стемпинг класс но он тоже требует тренировки чуть-чуть потренироваться и тоже будет быстро в принципе получаться так берем красивый цвет розовый 446 единственное так как он вырви глаз неоновый он чуть-чуть будет темнеть после полимеризации то что он сразу впитывает в себя ультрафиолет и темнеет но часа через два он опять восстановится и станет таким вот сочным суши здесь я предлагаю сделать в тирку любой пигмент кстати не имеет значения от любой завалявшийся прозрачный пигмент берете пигмент лучше сделать конечно же на теклас реверсивные после вашего эфира отлично получается теневой надписи не могу пока тени в этом видите там навык должен быть там точные движения должны быть там четко попадать надо чтобы во-первых штампик был хороший чтобы все хорошо было видно тихо у меня эфир товарищи мне сотрудники забылись так теклас 30 секунд для втирки 30 секунд засекая то криво то косо ольга теневой это вот чем больше количество раз ты повторишь попадать на тень основной рисунок тем точнее там на 50 раз у тебя эта надпись прям уже точно получится просто нужно тренироваться так как на велосипеде тренироваться чем больше тренируешься тем лучше как танцы вот я уже тренируюсь господи четыре месяца все учимся с мужем танго танцевать пока ну пока как так как то так еще вот ну понятно что для всего нужно время и рано или поздно у нас будет идеальная танго ну возможно нам на это понадобится год вот я думал с теневым стемпи причем затем мы бы уже давно научились этому танго ну почему мы ходим редко на тренировки а ты знаешь что редко тренируешься вот и все так сделали втирку и вот сейчас предлагаю взять вот эти дырки с градиентом сделать так они мне нравятся сейчас сделаем переход как у радуги да тихо вы мне мешаете да что ж такое максим сергеевич так розовый синий приходит в розовый и заканчивается желтеньким идеальный переход не ржут как кони так сделали так эти все должно проверено тут чистенько скрапер чистый чистый чистая чистая штампик чистый чистый скотч приготовила на всякий случай приготовила лак открыт это бывает эти два открыл третий закрыт почему-то пока открыл все эти два высохли мелочи но они очень влияют потом на результат стемпинге пошли вот такой переход делать все и в несколько движений залезла зеленый сделала место синий ну ладно тоже красиво а даже лучше получилось смотрите как у бирюзовой получился ты всегда говорю всегда красивые случайные какие-то вещи рождают смотрите какой красивый бирюзовый получился видно это когда желтый попал на синий офигенный так теперь перекрываем матовым финишом и в конце берете либо джейм теклер либо топ без липкости начинаете выделять дырочки и пигмент даже самый дешевый обычный он очень красиво начинает переливаться через толщу призму геля геля видите здесь такой обычный пигмент это еще и старых коллекций пигмент смотрите как офигенно смотрится казалось бы обычный пигмент все выкладываете на палитру им очень удобно он такой пастозный топ безлипкости будет очень быстро делать все поехали единственное что конечно на вот эту длину типс не хватает длины паттерна у вас редко такой гигантской длиной будут приходить и подсушивается так 3 секунды в лампе да да я жидкий камень суждену жидким каменем почему не удобно он с липкостью поэтому вот это нужно будет обезжирить и если где-то не сильно блестит пройтись тогда топом без липкости а так можно где-то можно брать и джеймс и клер это гель густой без липкости им чуть дольше работать но он стоит на месте не растекается особенно если нам нужен такой вот объем маленьких дырочках топом не получается видите джеймс и клер получается ну я смотрите уже заморачиваюсь понятно что на клиенте во первых все дырки не обязательно делать да можно было бы вообще просто покрыть это все глянцевым топом и дизайн готов шарми кончик приклеили но я вам часто вот эти дырки вот с джеймс и клер показываю что необычно получается тут сильно привлекает внимание ну и так далее и так далее эти можно вернуться где-то прям объем сделать дорастить все на этом наш мастер-класс сегодня подошел концу напомню я работала гель лаками неоновыми которые вышли у нас несколько месяцев назад и новыми красками лаковыми для стемпинга неоновыми которые вышли вот буквально не так давно так baby топ гель это новинка да откуда вы уже про него узнали я еще ничего нигде не показывала прикольно будет топ офигенный вот я нашла классные блесточки и мы с ним сделали топ возможно прям для тонкого нанесения он не подойдет но так как он типа прайма выравнивается с ним очень прикольное покрытие веселая получается все всем а дистрибьюторы работают у нас а до дистрибьютором уже выслали коммерческие предложения не знаю что мне его сегодня не дали возможно уже в пятницу буду им работать все всем спасибо большое всем до свидания обязательно посмотрите первую часть эфира я там проговорила про то то как объяснять себе клиентам понятия модный дизайн или не модный вот сейчас эфир выложу сразу же будет доступны обе части всем пока пока